«Ставьте Божью истину выше ваших обстоятельств» Вот тема, о которой хотелось бы с вами порассуждать на несколько мгновений. Сегодня мы получаем всякую информацию благодаря различным гаджетам. Мы буквально захвачены всякими новостями и порой задаем себе вопросы. В чем истина? Кто прав и кто виноват? Можем ли мы верить тому, что мы слышим в СМИ сегодня? На что мы можем ориентироваться? Во что мы можем верить? Я хочу вам сказать, что мы держим в руках настолько драгоценную книгу. Надеюсь, она у вас есть? Она драгоценная, так как она древняя, была вдохновлена Духом Святым и написана примерно 40 разными авторами на протяжении более 1600 лет. Писание — это дар Божьего Слова всем людям. Сначала оно было доверено иудеям, затем было дано всему человечеству, нам с вами. Это универсальное произведение, доступное всем. Это Слово действительно вдохновлено Духом Святым и представляет истину. Давайте прочитаем Слово из Евангелия от Иоанна, 17 глава, 17 стих. Иисус молится Своему Отцу и говорит такие слова. «Слово Твое есть истина». Слово Отца, которое опускается в сердце Сына и провозглашается устами Сына, является мощной истиной. Слово Божие есть истина. Вот основание, на котором мы можем строить свою жизнь. Это наш ориентир, это истина, которая превосходит все обстоятельства и всякую информацию. Ставьте Слово Божие над обстоятельствами, над реалиями жизни. Иисус сказал, небо и земля придут, но слова Мои не придут. Вы всегда можете с уверенностью основать свою жизнь, свои планы и будущее на истине Слова Божьего, на Слове Иисуса, на Писании. Давайте посмотрим пример, который поможет нам увидеть, насколько истина Слова Божьего может противоречить обстоятельствам. Обстоятельства могут нас вывести из равновесия, могут пугать нас, взять верх над нами, подавить нашу веру. И наоборот, вера в истину Божию может взять верх, одержать победу над видимыми земными обстоятельствами. В Ветхом Завице мы читаем историю 12 саглядатаев, которых Моисей отправил, чтобы они исследовали обетованную землю. Бог дал эту землю им через обетование. Тем не менее, 12 человек отправились исследовать землю, и они вернулись с отчетом. Все говорили о том, что земля хорошая, там течет молоко и мед, там достаточно пищи, чтобы содержать весь народ. Однако, там живут великаны, и там построены высокие стены, поэтому нам не удастся завоевать эту землю. Из 12 саглядатаев 10 приходят с одним посланием, а двое с другим. 10 саглядатаев поставили обстоятельства над истиной, А двое поставили Божью истину над видимыми обстоятельствами. 10 человек сказали, земля хороша, но там живут великаны, и мы не войдем туда. Мы как саранча в их глазах. Отчаяние и сомнения наполнили их сердца, и это передалось всему народу. Народ впал в панику и отказался войти в эту землю двое. Иисус, Новин и Халиф поставили истину, которая глубоко укоренилась в них над человеческими ограничениями. Они сказали, да, там великаны, да, там высокие стены, но с Господом, с Его обетованием, силой и присутствием мы одержим победу и возьмем эту землю. Мы знаем, что израильский народ ходил по пустыне 40 лет, только два человека вошли в обетованную землю. Все поколения были обновлены, но Иисус, Новин и Халиф вошли. Их вера победила. Если вы поставите веру в Бога над вашими обстоятельствами, вы всегда одержите победу. Последнее слово будет за Богом. Дорогие друзья, для этого необходимо, чтобы истина обитала в вас. Вы должны взять слово Божие и сделать его частью своей жизни. Я хочу вам показать, что Писание должно провозглашаться нами и стать нашей молитвой для того, чтобы оно мощным образом обитало в нас. Так мы сможем ставить слово над обстоятельствами, которые угрожают нам, смущают нас, пугают нас и останавливают нас в нашем хождении по вере. Например, когда вы читаете 22-й Псалом, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, он покоит меня на злачных пажицах». Вы можете превратить эти слова в молитву. «Господь, я знаю, что ты мой пастырь, ты всегда был моим пастырем, я благодарю тебя за то, что ты мой добрый пастырь, и ты заботишься обо мне, благодаря твоему имени. Я знаю, что ни в чем не буду нуждаться, я знаю, что ты всегда восполняешь мои нужды». Когда вы таким образом провозглашаете слово, превращаете его в молитву, и слово начинает обитать в вас, вы можете ставить его, например, над вашими финансовыми нуждами, а вы поставите Божью истину над этими обстоятельствами, Божье Слово, которое провозглашается вашими устами и которое наполнено вашей верой, воспроизведет результат, оно произведет чудо. Мы могли бы рассмотреть множество примеров, но я хочу завершить следующими словами. Я общался со многими людьми, которые были отягощены обстоятельствами, они были сбиты с толку, они были подобны лодке, которую волны кидают из одной стороны в другую. Что делать? Провозглашайте слово и ставьте Божью истину над вашими обстоятельствами. Не позвольте, чтобы обстоятельства вывели вас из равновесия. Давайте посмотрим два стиха. Апостол Павел сказал, «Мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Давайте еще раз прочитаем эти замечательные слова. «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вера — это осуществление ожидаемого. Это основание. Это наша база. И мы должны ставить слово истины над обстоятельствами. И тогда мы будем успешны. Я благодарю вас за ваше внимание, что сегодня, так же, как и обычно, вы послушали это слово. Желаю каждому из вас хорошего применения этого слова. Пусть Бог вас обильно благословит. До встречи в следующем выпуске. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! «Алзоэнс» Р